Российский фотограф Сергей Пономарёв стал лауреатом премии World Press Photo в номинации General News за серию фотографий из газа, которую он делал для New York Times. На кадрах запечатлены результаты операции «Нерушимая скала», которую Израиль в секторе газа проводил. В те дни Сергей выходил на связь с Дождём, рассказывал о том, что происходит в полицейском анклаве. Сейчас Сергей у нас на связи из Амстердама. Сергей не единственный россиянин, который был награждён этой премией за одиночный снимок. Приз также получил фотограф Сергей Ильницкий за снимок из Донецка. Сергей Пономарёв и так у нас на связи по скайпу. Сергей, как вы считаете, вообще, вот награда за то, что вы показали, в общем, такую трагедию в её высшем каком-то смысле, в её, может быть, с крайним обострением, этот вопрос, который всегда встаёт перед военными журналистами, военными фотографами. Насколько это, выражаясь словами, прошу прощения, Владимира Путина, рейтинг на крови? Извините за жёсткий вопрос, просто я в своё время сталкивался с теми же проблемами, когда работал в Чечне. Ну, да, мы сами сталкиваемся с такими же вопросами от простых людей и обывателей, но в данном случае это узкопрофессиональная премия, которая определяет одни из лучших репортажей, сделанные каждый год. И люди не гонятся за тем, чтобы делать себе пиар на крови, а скорее для того, чтобы максимально точно и независимо донести миру о новостях и о трагических событиях, которые происходят в мире. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот на съёмках на самих перед вами вставал этический вопрос относительно изображений сцен, которые мы многократно видели в любительских роликах из Донбасса, например, с растерзанными телами и так далее. Есть какая-то грань, а мы знаем, что у войны сейчас на Донбассе, допустим, грани вовсе нет. У войны ИГИЛа в Сирии и Ираке также грани нет, то есть там безграничное насилие. Вот насколько вы себя можете ограничить, либо снимая, либо уже предъявляя эти фотографии в журналы и газеты? Ну, себя я не ограничиваю, потому что я это вижу всё своими глазами, но, конечно, мы стараемся, в отличие от любителей, мы стараемся фильтровать те снимки, которые мы подаём, для того, чтобы они были не такими шокирующими, потому что у многих изданий есть ограничения по возрасту, они должны предупреждать читателей, если они будут показывать тяжёлые снимки с войны и так далее. Соответственно, мы, когда это снимаем, мы уже, в принципе, понимаем, что, возможно, на публикацию таких снимков будут наложены некоторые ограничения. У любителей же, которые постят видео или фотографии из Донбасса, из территории, управляемых ИГИЛом, у них таких ограничений, в принципе, нет, они просто показывают всё, что видят. Сергей, скажите, пожалуйста, а эти войны похожи, вот, длящаяся десятилетиями война за независимость Палестины, как это понимают в секторе газа, и война за независимость Донбасса, как это понимают донбасские ополченцы? Это сложный вопрос, потому что ни одна война не похожа на другую. Везде есть свои особенности, и война в Израиле длится уже несколько десятков лет. Она началась ещё даже до резолюции ООН об основании государства Израиль. И это уже такой конфликт, который в поколениях. Конфликт на Украине по большей части искусственный, созданный пропагандой и ложью, а не какими-то внутренними противоречиями, которые могут... Может быть, лет через 30 он будет выглядеть не так, если он будет продолжаться, если ситуация будет развиваться по худшему варианту? Да, но мне кажется, что те стороны, которые воюют на Донбассе, они чересчур похожи для того, чтобы долго воевать. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот по каким критериям отбираются лучшие фотографии? Почему все выставки World Press Photo так печальны, и там в основном война? Ну, если посмотреть, то основные новости, основные шокирующие новости, или мы скажем ещё breaking news, они все происходят... Инфоповод это война или теракт, или стихийное бедствие и так далее. И, соответственно, по критерию новостей подбираются и фотографии. Когда я работал на НТВ, мы были и в Норд-Осте, и в Беслане. И ощущали, что у общества поднимается болевой порог. То есть фотографии, которые казались шокирующими позавчера, сегодня уже такими не кажутся, потому что нет предела насилию, нет предела... Есть ли предел болевому порогу? Или он также неизбежно год от года будет подниматься? Потому что когда мы сейчас читаем про Бока-Харам, и читаем уже про сотни девочек, которыми торгуют на рабских рынках, или сотни жертв, которых расстреливает ИГИЛ, просто за то, что они читали что-то, какую-то светскую литературу, или смотрели телевизор, после этого уже даже то, что было в Беслане и в Норд-Осте, кажется недостаточным для того, чтобы каким-то образом задеть, затронуть человеческие души? Я думаю, что это веха современного мира, доступность распространения информации, доступность создания информации. И мы постоянно видим огромное количество картинок, новостей, до телевизионных экранов, с которых нам опять показывают картинки, и читаем новости на карманных компьютерах. И раньше такого не было, и раньше казалось, что каждая новость весомее, чем сейчас, потому что поток просто ошеломляющий. Сергей, что вы скажете о тех людях, которые... Мы знаем, что есть на Украине агентства добровольцев, которые борются с фальсификациями, с теми, что фотографии, допустим, с одной войны выдаются с фотографией Донбасской войны. Жертвы кочуют из одного сайта в другой сайт. Люди, которые подделывают эти фотографии, встречали ли вы таких? Каково вообще отношение вообще к этому? Насколько святой ценностью должна быть именно документальность самой фотографии? И есть ли какой-то кодекс чести у профессиональных фотографов в связи с этим? Ну, вы задали очень-очень обширный вопрос, на который существует несколько ответов на каждую из фраз. Я, наверное, начну с конца. Кодекс, конечно же, существует. И сейчас, по итогам конкурса, когда жюри сказала, что они в финальной стадии отсеяли 22% фотографий за манипуляции в фотошопе, которые вскрылись. И во время конференции была большая дискуссия о том, что нужно пропагандировать и ужесточать этические нормы для фотографов. Немногие понимают их и немногие придерживаются их. Люди считают, что если есть компьютер, то можно изменить изображение и сделать его таким, как им будет выгоднее. Это одна из проблем. Другая проблема, когда подменяют и подкладывают фотографии прошлых конфликтов в новостные очерки или в новостные репортажи о современных конфликтах. Но это нельзя никак невозможно отследить, если только редактор или зритель не знает этих снимков. И в данном случае, может быть, стоит пропагандировать большую грамотность в новостях для зрителей, чтобы они понимали, что... Да, проверка, верификация по тому же Гуглу. И последний мой вопрос. Скажите, пожалуйста, изменились ли вы внутри? Стали ли черствее, может быть, или наоборот, сентиментальнее после того, как побывали на многих фронтах? Потому что, когда обычно телевизионный репортер, а я телевизионный репортер, мы приезжали из таких мест. Но что греха таить? Мы зачастую по несколько дней просто находились в каком-то алкогольном бреду, потому что нужно было каким-то образом промыть мозг изнутри. Вот случается ли это с вами, и как вы боретесь с этим? Ну, такое периодически случается, конечно, зависит от тяжести конфликта. И вот самое тяжелое это была Газов, в которой мне нужно было жить в городе, в котором даже нет ни одного бомбоубежища, а по статистике в эту войну погибало около ста человек в день. И способы есть, но, конечно, да, алкоголь тоже помогает, но я, в принципе, предпочитаю пользоваться услугами врачей, психологов, друзей, для того, чтобы избавиться от воспоминаний. Благодарю вас, я поздравляю вас с высокой наградой. Напомню, что по скайпу из Амстердама был Сергей Подомарев, фотограф.